Слушайте вторую передачу из нового цикла литературных чтений по книге Михаила Колесникова «Служба надёжности». Капитан первого ранга Иванский приехал проверить готовность водолазов к ответственному заданию – подъему со дна моря транспортного судна водоизмещением свыше пяти тысяч тонн, затонувшего во время тайфуна Эльза в районе острова Чичамар. Задание было очень трудное и ответственное. Читает артист Евгений Жариков. Намного быстрей, быстрей, и всё-таки море останется морем, и нам никогда не прожить без морей. И всё-таки море останется морем, и нам никогда не прожить без морей. Я опускаюсь в густую синеву. Слышу, как позванивают золотниковые пузырьки над шлемом. Стеклянно-прозрачная вода увеличивает и водоросли с бисерной бахромой, и рыбок, снующих между ними. Да, здесь, как внутри стеклянного шара. Всё теряет привычные очертания. Здесь торжественно, загадочно. Далее расплываются в мутном сиянии. Над головой скользит гигантский скат. Я вижу его лунно-голубое эмалевое брюхо. Осьминоги, акулы, на водолазы никогда не нападают. Скат с шестиметровым размахом крыльев, безобиднее курицы, всегда спасается бегством. А в глубинах не больше опасности, чем на перекрёстках улиц большого города, где мчатся автомашины. Будь осмотрительным. Не зевай. Розовые медузы, распустившие хвосты. Ярко-лиловые морские звёзды. Чёрные морские ежи и трепанги радуют сердце под водой. Всё тут есть. Причудливые водоросли, бородавчатые морские огурцы, собаки-рыбы и морские собачки, сабли-рыбы и морские лисички, бычки и петушки, необыкновенные закрутки и раскраски раковины, сумрачный желтоглазый осьминог в пещере и акула-молот. Они живут сами по себе. И им нет никакого дела до нас. Тут, как в космосе, свои законы, отличимые от земных. Может быть, потому космонавты и позаимствовали у нас кое-что. Скафандр, например. Барокамеру. Я не хочу сравнивать труд космонавта с работой водолаза. Но им и нам приходится иметь дело с необычной средой. Стихией, с невесомостью, с перегрузками или по нашему давлением. Где-то в каких-то пунктах обе профессии соприкасаются. У нас свои корабли-батисферы. Завоевать глубины так же трудно, как и выйти на орбиту. Двадцать метров Тридцать Пятьдесят Шестьдесят В ушах попискивает. Топорщицы бородатые водоросли. Основание островка Чичамар круто уходит в сумеречную синеву. Из грота выплывает рыбина с нелепой, почти человечьей физиономией. У нее отвислая нижняя губа, глупо выпученные глазки. Становится смешно. «Вас не понял! Повторите!» Доносится по телефону голос лейтенанта Панышева. Он там, на палубе спасателя. Я знаю, любое мое слово слышно наверху в динамик. У динамика стоит настороженный врач-физиолог Пряткин. Кричу с беспричинным вызовом. «Все в порядке!» Говорит что-то мичмана Аболенцев. А мне кажется, будто стучат по ксилофону деревянные молоточки. «Чижик, пыжик, где ты был?» «Только бы не потерять контроль над собой. Опять Азот, мой мучитель. Вот всегда так на глубинах. Азот перестает быть нейтральным, пьянит. Я словно получаю второе зрение. «Выходите на нос! Выходите на нос!» Голос лейтенанта Панышева, тоньше комариного писка. «Вы уклонились!» «В самом деле, я оторвался от направляющего троса, опустился ниже, чем следовало. Почти на корму затонувшего транспорта. Азот все еще клокочет в мозгу. Но, повинуясь приказу, я почти неосознанно продвигаюсь вверх. Перед глазами встает видение. На песчаном откосе темная громада судна. Тут на палубе уже идет работа. На вздыбленном носу фигурки в скафандрах. Они копошатся и у левого борта. Вспыхивают ослепительные огни. Стоило мне подняться на несколько метров, и азотное опьянение бесследно исчезает. Все предметы обретают привычные очертания. На глубине все окрашено в однообразный сине-зеленый тон. Даже ярко-багровые наверху водоросли кажутся здесь темными. Маленькие морские звезды ползают по настройкам и палубе. Тасунян стоит на палубаке и машет рукой. Матрос устал. Пора ему выходить наверх. Спускаюсь на грунт. Беру два толстых шланга с медным наконечником и гофрированной железной решеткой. Протискиваюсь в узкий тоннель, уходящий под кель судна. Зажигаю фонарь. Упираюсь в песчаную стену. Дальше пути нет. Мы режем породу тугой водяной струей. Порода отваливается кусками, расползается у ног. И уже ничего не разглядеть вокруг. Тьма. Дрожит в руке шланг. Работать приходится, скорчившись. Скоро пот заливает глаза. Становится душно. А твердый слежавшийся песок поддается неохотно. Такое ощущение, будто все время топчусь на месте. Но я все-таки продвигаюсь. Ввинчиваюсь в морское дно, как штопор в упругую пробку. Трудно идти вслепую. В проекте все рассчитано до сантиметра. Что случилось с транспортом вдали от берегов? Почему он очутился у островка Чичамар? Почему пошел на дно? Да мало ли что может случиться в открытом море. Гибель судов почти никогда не имеет строгой логической основы. Принесет откуда-нибудь из Корейского пролива залежавшуюся с дней войны мину. Казалось бы, похваленной теорией вероятностей, возможность столкновения с ней равна бесконечно малой величине. И все-таки судно напарывается на мину. И это в век радиолокаций. Ноет поясница. Не разогнуться, не повернуться. Чувствую себя кулем с картошкой. Знакомые ощущения. Было. Сколько раз было. Так же стоял, скокожившись. От натуги трещали кости. Только в руках не шланг, а бурильный молоток. Осваивали смежную специальность, толкались в тесной штольне. Здесь, в песчаной норе, согревает мысль. Я не одинок. Наверху целая группа обеспечивающих. Следят за манометрами, за сигналами. Моя телефонно-микрофонная гарнитура подключена к телефонной станции. Для меня гудят мощные компрессоры, грунтососы, рефулеры. Лейтенант Панышев, мичман Аболенцев и даже сам Иванский прислушиваются к каждому моему слову. А врач-физиолог не находит себе места от беспокойства за мое драгоценное здоровье. Чмокает железными губами пульпопровод. Сосет ненасытная утроба. Гонят песчаную кашицу наверх. Еле держусь на ногах. В глазах разноцветные круги. Это уже не зрительные галлюцинации, а от усталости. Опять уползаю в тоннель. Если бы можно было провести ладонью по лицу, смахнуть едкий пот. Воздух в скафандре плотный, хоть режь его на порции, влезает в легкие со свистом. А наверху компрессор качает и качает, нагнетает в меня, как в бездонную бочку. Только успевай глотать. Черная волна подбрасывает стальные понтоны. Они гулко гудят, как барабаны. Мичмана Аболенцева, наверное, кажется, что это океан играет на своем ксилофоне. Музыка тревожная. И она не нравится капитану первого ранга Иванскому. На грунте работы подходят к концу. Промыты тоннели под корпусом транспорта. Через тоннели протянуты гибкие стальные полотенца, заменяющие подъемные стропы. Остается затопить понтоны и прикрепить их к полотенцам. Каждый понтон – металлический цилиндр грузоподъемностью в 200 тонн. Длина его – 11 метров. Диаметр – 5,5. Целое сооружение с отверстиями внизу для входа и выхода воды, с вентилями сверху, которым присоединяются воздушные шланги, с просторными отсеками внутри. По-видимому, надвигается шторм. Спасателю он не страшен, но понтоны может раскидать. А их нужно уложить точно по сторонам затонувшего судна. Иванский приказывает притопить понтоны на грунт. Открыты воздушные вентили. Огромные красные поплавки, болтавшиеся на бахштове, начинают медленно погружаться в воду. На мою долю, как всегда, выпадает самое тяжелое – острапливать кормовые понтоны. Наверное, и теперь капитан первого ранга решил. Этот в самый раз. Вообще, почему-то он за последнее время приглядывается ко мне. Наравне с Мичманом Аболенцевым при случае пожимает руку. Отпускает шуточки в мой адрес. Одним словом, выделяет среди других. Мне приятно. Когда герой Советского Союза, командир отряда с веселым прищуром поглядывает на нас, преувеличенно восторгается нашими мускулами и ростом, то следует быть на стороже. Не иначе, как подыскивает работенку потруднее, да позаковырести. Однако ничего особенного не происходит. Лейтенант Панышев, как бы между прочим, посылает меня на грунт. Да, я должен остропить кормовые понтоны. Приказ есть приказ. Сверху тянутся, свешиваются наподобие лиан воздушные шланги. Их приходится ловить и присоединять к вентилям. Получается примечательная картина. Судно от форштевня до кормы опутано резиновыми кишками. А мне мерещатся струны. Как-то видел в театре арфу. Буйволова арфа, говорит Усуняну. Мичман сыграл бы. Как-то даже немножко жаль расставаться с обжитым дном. И не верится, что самое трудное позади. Но позади ли? Капитан первого ранга Иванский думает несколько по-иному. Медленно расхаживает по палубе, хмурится. Сейчас он со всеми на «вы», даже с Мичманом Аболенцевым. Признак не из приятных. Пока компрессоры продувают притопленные и остропленные понтоны, мы, по сути, сидим без дела. Сидим и ждем, что вот-вот из пучины вынырнет обросший ракушками и опутанный тиной транспорт. Но он не выныривает. Хотя прошли уже сутки с того момента, как мы с Тасуняном поднялись на палубу спасателя. А компрессоры все качают и качают. Тугие валы накатываются из океанских просторов. Корабль переваливается с борта на борт. Пляшет на волнах буксир. Прыгает, словно козявка, красный буй. Для взбунтовавшегося океана воздушные шланги, тянущиеся к понтонам, тоньше волоса. Замирает сердце, когда видишь, как трепещет вся эта паутинка и шлангов. Проходят еще бессонные сутки. Понтоны прямо-таки ненасытные. Нагнетаем, нагнетаем воздух, и все безрезультатно. Иванский с немым подозрением посматривает на нас. Водолазов. Все ли подключили? Может быть, шланги под водой повреждены? Посылать водолаза на грунт сейчас опасно. Мучительно вспоминаю каждое свое движение под водой тогда. Каждое слово. Остропил ли я понтоны? Подсоединил ли шланги к вентилям? Ветер набирает силу. Волны все круче и круче. С них, словно кружевная скатерть, сползает шипящая пена. Островок Чичамар почти совсем затопило. Птицы с резкими криками носятся над водой. Транспорт будто припаян к грунту. Компрессоры прямо-таки задыхаются, а он не с места. Нервы больше не выдерживают. Обращаюсь к лейтенанту Панышеву. Разрешите на грунт. Проверить надо. Капитан первого ранга стоит в стороне, разговаривает с заместителем по политической части Зыряновым. Думалось, меня не услышат. Но у Иванского отличный слух. Это еще что за фокусы, кричит он. Отставить! Не беспокойтесь, утешает Ашот. Мы ведь три раза все проверили. Да и сверху обробовали. Полный порядок. Ведь на носу работали другие. Прежде всего должен вынирнуть нос. А потом уже корма. На исходе четвертые сутки. Тучи цепляются за ажурную арку корабля. Из спасательных бушлатов показываться на верхней палубе запрещено. С наступлением темноты взволнованное море вспыхивает. Вся поверхность охвачена призрачным белесым сиянием. Вдруг вода возле буя взбугливается. Встает к куполам. Из светящихся волн выныривает какое-то чудовище. Может быть, спрут, атакующий корабли. Это форштевень транспорта! Мы что-то кричим. Захлебываемся от радости. Ветер все заглушает. Теперь уже хорошо видим вздыбленный нос транспорта. Он словно ледяная глыба. Море постепенно гаснет. Судно покачивается в ослепительном луче прожектора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok